Психиатр-нарколог, преподаватель школы работников семейных клубов трезвости, создает свою территорию трезвости как пример социального проекта общественной организации в области охраны психического здоровья семьи и человека в церковной среде. И, конечно же, самые деятельные наши организаторы, участники в сердце. Хочется отметить, что наша организация, она не была бы нашей организацией и стала бы такой, если бы мы не работали в команде. И, прежде всего, в командной работе заключен результат успеха той деятельности, которую мы располагаем. Как в любой семье, в любой команде у нас бывают различные сложности. Эти сложности бывают преодолимы, бывают непреодолимы, и мы с ними все равно справляемся. Вот это удивительная способность того, что мы работаем в церковной среде. Итак, коротко для того, чтобы просто получил информацию о том, как мы решаем те сложные проблемы, с которыми приходится в плане организационных. Вот на прошедшей конференции назывался «Психическое здоровье человека и общества», проходившее в прошлом месяце здание Московского университета, вот я сделал такой доклад, который, как вы видите, был посвящен методологии Владимира Пуделина. Вот мы опубликуем это в сборнике, это конференция с международным участием, поэтому она очень работает на концепции, безусловно, показаны книги, которые были изданы за последнее время. Конечно же, много рассказывал я о школе и о различных направлениях деятельности. Но вот одно направление мне хотелось бы осветить сейчас. Мы понимаем, что наша организация, она, прежде всего, волонтерская организация. Она не имеет никаких средств существования в виде государственной зарплаты или какой-то помощи иной, кроме того, что могут жертвовать наши участники, что нам предоставляет возможность храм. Огромное спасибо в связи с этим и благодарность храма «Все святые красоты», которая взяла у себя вот такой хедлайнер трезвенной работы, фактически декорации, но не только. Я думаю, в рамках Москвы, да и страны этот храм, конечно же, будет еще неоднократно вспоминаться и, как бы, увлекте эту историю, он, правда, будет отражен. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Ну, отец Василий Забушицы неустанно трезвенный, ведь и приходских, поэтому обязательно передать ему благодарность всех. Да, Варочка, будьте добры. Вот. Ну, естественно, что мы, конечно, организация принимаем различные попытки для того, чтобы искать эти ресурсы, помощь, потому что чем больше ресурсов, тем больше результативность нашей деятельности. И вот одним из таких ресурсов для нас стал Гранд Пара Москвы. Работа коллектива нашего увеличалась успехом. Мы в течение лет написали заявку, которая случилась так, что с 1 октября мы начали ее реализовывать. В рамках этой работы, которая будет осуществляться на протяжении 2019-2020 года, что мы собираемся сделать? Ну, прежде всего, проект направлен на формирование территории трезвости. Он называется «Создай свою территорию трезвости». Как мы предполагаем это нужно сделать? Прежде всего, нам необходимо развивать систему семейной профилактической помощи на приходах русской православной церкви, но и не только, в рамках также общественных и государственных учреждений. С этой целью нам необходимо подготовить специалистов. Это волонтеры, которые прошли специальную подготовку в Школе семейных клубов трезвости, которая действует в режиме с октября по май в формате два раза в неделю. С рамом особо, о чем рассказала сегодня Анна Аркадьевна. Ну и, конечно же, чтобы эта система была не просто существовала вне зависимости от жизни нашего общества, они должны знать, знать должны москвичи, представители государственных органов, представители общественности. Для этого в рамках нашего сотрудничества, сотрудничества трехстороннего, государственного, общественного, церковного, будут проводиться комплексные мероприятия. Вот о сроках этих мероприятий и их дополнения сейчас я постараюсь коротко рассказать. Ну, прежде всего, школа уже запущена, наши участники встречаются, многие из них мы сегодня здесь видим. Спасибо вам большое, что вы не пригнарируете пришли. Была создана команда специалистов, которые проводят обучение в рамках школы. И что мы предполагаем сделать? Значит, в течение года будет организовано четыре общественных лектория. Они начнутся буквально с декабря. Ирина Николаевна Машкова, это как бы наша такая стартера, она запустит первую лекцию по семейно-психологическим каким-то отношениям. Затем у нас будет лекция со священным служителем, которая расскажет о духовных вопросах, затронет духовные аспекты отношений внутри семьи. Будет специалист, врач, психиатр, или врач, который работает тоже с проблемами семьи, безусловно. Вот. И у нас остается психолог, священник, врач, видите, как бы мы идем по нашей био-психо-социо-духовной, как бы в родине. И, конечно же, социальный педагог, тот человек, который сумеет нас погрузить в такие социо-трактические аспекты. Дальше. В марте следующего года мы проводим большую всероссийскую, нашу практическую конференцию «Семейная профилактика расстройств поведения. Био-психо-социо-духовный подход». Конференция будет проводиться на базе Дома общественных организаций, на Вязанском проспекте. Она затронет самые разнообразные аспекты. В ней она будет дисциплинарная. В ней мы планируем, что примут участие, опять же, и священники, и специалисты таких светских властей знаний. Я думаю, в скорости мы откроем уже прием тенниса, поэтому всех пишущих и желающих отчасти мы приглашаем присоединиться к этому проекту большому. В июне 2020 года на базе в Театре русской драмы, а хочется сказать, что Театр русской драмы является коллективным членом нашего движения, Михаил Григорьевич Щепенко, он учредитель моды СКТ. Поэтому мы всегда используем возможность с Михаилом Григорьевичем вместе работать. Будет проведена театральная гостиница. Наверное, знаете, что спектакль по самому покраю, который появился еще в прошлом десятилетии, он имеет большой практический ресурс. Многие уже были на спектакле, кто не был, пожалуйста, на театральную гостиницу. Мы поговорим с Михаилом Григорьевичем, встретимся и с артистами, и обсудим, как менялась жизнь этого коллектива на протяжении 55 лет. А вы знаете, что она сильно изменилась. И то, что мы наблюдали на Григорьевичем, когда празднули 45-летие коллектива, мы ходили праздновать рекордчик, конечно же, говорит о том, что это, ну, эталон, наверное, свыше день сочетания творчества и нравственности. Я вот так вот ровно скажу, но тем не менее, мне кажется, это правильно. Затем, безусловно, в сентябре 2020 года на базе храма всех святых насухолей будет произведена уже третья восторговская бухтаритная ярмарка, в которой мы еще больше сделаем всяких разных активностей, чтобы она стала интересной, насыщенной, заполнилась бы, например, сотрудничеством со многими организациями. Мы приглашаем все эти организации, которые сегодня здесь тоже присутствуют, сотрудничество, потому что только вместе, только взаимодействуя, ища вот эти взаимные соприкосновения, мы сумеем достичь гораздо больше, чем нам сейчас удается сделать. Дальше. Видеопособие для инстанционного обучения. Все наши педагоги, которые сейчас работают на школе, после занятий остаются, мы встречаемся и записываем небольшую лекцию. Вот эта лекция, она будет собрана в виде дидактического видеопособия, которое, во-первых, наши все школьники получат по окончанию обучения, но я рассчитываю, что также она будет распространяться через другие источники. Это, опять, повышение уровня доверия в системе церковной реабилитации. Потому что то, что мы с вами делаем в приходах, часто общество воспринимается как что-то не то что негативное, а непонятное. Это какие-то чужие, какие-то сектанты, чем они там занимаются, они вообще никто не понимает в этом. Польза от этого или вред вообще непонятно. Давайте сделаем себя более доступными, более понятными для окружающих. В этом нет ничего плохого, это, наоборот, как бы шаг навстречу к нашему обществу, которые будут ресурсами, которые могут нас поддержать. Создание этой передачи радиобесед. У нас был опыт уже в сотрудничестве с телекомпанией «Союз». В рамках программы «Чистый образ» были записаны две телепередачи, которые вы смогли наблюдать уже в интернет-пространстве. Вот я думаю, что мы продолжим традицию, и беседная радиорадуешь также будет способствовать повышению степени доверия и информированности нашего общества к тем задачам, которыми мы занимаемся. Ну и естественно, что важной частью является подготовлено темно-технического пособия «Семейные глупы трезвости» и современные технологии психо-социальной реабилитации. В середине 20-го года мы ожидаем, что этот сборник появится, поэтому приглашаем всех вас в сотрудничество. Спасибо большое.